всем привет с вами милана сегодня будет распаковка посылки которую я заказала за собственные деньги по собственному интересу павла посадских платков так выглядит посылка здесь два палантина всем желаю приятного просмотра хочу сказать что доставка была с официального сайта там я заказала и ждала две недели свою посылку очень жду очень хочу ее распаковать уже потому что здесь один палантин на подарок другой для себя начнем так упакована бумагу обмотана щедро скотчем фирменным павла посадских подков так что я думаю это как-то гарантирует что никто не взрывал данную упаковку много тут бумаги пошуршим хочу сказать что свой заказ вот такой объем бумаги очень много пакете палантинчики как я их ждала как я загорелась вообще павлова посадскими платками вниклась в эстетику вообще зафанатела когда начала углубляться в эту тематику идея была у меня такая подарок маме вот этого зеленого палантин чека и себе в общем начнем оба палантина в общем таком пласть оба палантина идут в общем пакете вытаскиваем начну с бежевого который я для себя приобрела называется расцветка и вообще тип этого палантина цветочный романс он достаточно тонкий кстати покажу вам вблизи мой как красиво хотелось именно я очень люблю носить шарфы и палантины у меня постоянно я продувает меня мне холодно поэтому это очень актуальная покупка такая этикетка если вам интересно вот смотрите шарф шерсти мариноса сто процентов размеры 60 на метр пятьдесят автор уткина юлия мне кстати понравились у нее работы цветочный романс дата изготовления двадцать пятое на третье двадцать четвертый год свеженькая ну что развернул так вот выглядит вдвое сложенный платочек так так уже не в кадр не влезет уже он полностью запах какой-то нейтральный не скажу может быть шерстью и пахнет пока не поняла ну вот я держу его напротив у меня кольцевой свет и достаточно так просвечивает то есть не сильно плотная вот это вот сама сам палантин на камере смотрится изумительно в живую тоже хорошо но только не совсем плотная такая вот эта сама текстура такая можно сказать даже легкая немножко колется чуть-чуть есть я сегодня без рукавов так что могу ощутить что уже есть покалывание но терпимые очень тонкая такая бахрома под шелк не знаю так ли это или нет цвет такой песочный платка хотелось бы рассмотреть рисунок не рисунок понравился это розы по моему еще не забудки есть есть завитки красиво смотрится завиток обыгранной цветами в общем буйство цветов действительно роман цветочный все пропитано цветами к низу кстати цветов становится больше я еще засматривалась конечно на голубой палантин но вот этих двух палантинов зеленый был последний именно на сайте как я поняла там написано было очень мало и когда я сделала заказ на следующий день его не стало а голубых еще достаточно и вот этих было коричневых песочных достаточно поэтому я решила заказать и маме в принципе идет зеленый цвет так вот смотрится ох не знаю с чего начать как повязать попробуем такое немножко оля художник я обычно укутываясь прям хорошенько палантинами чтобы горло было тепло для меня эта история даже летом может быть если холодно но пока я ждала заказ хочу сказать что мне понравились платки очень многие я прям захотела себе платки маме из вискозы и шелка из шерсти в общем я вдохновилась красотой действительно эстетикой художественным таким вкусом что работают художники придумывают принты это часть истории культуры нашей российской русской в общем меня тронуло это все и я просто восторге так это смотрится если накинуть на голову но что я наверно не буду делать потому что я люблю шапки и переход на платки для меня достаточно такой наверное ну неприемлемый я не доросла еще до того чтобы носить платки кому-то они действительно идут но я наверно буду смотреться немножко как аленушка не знаю давайте посмотрим я еще не знаю как их завязывать на самом деле будут тренироваться так надо мне побольше край так это интересно смотрится как-то вот так я видела девушки мотают платок кстати ничего так смотрится здесь должна быть такая высокая штучка ну как вам ну типа вот таким образом это все выглядит но цвет очень приятный такой колорит теплый вот то что я и хотела на самом деле я в конце ролика надену пальто и из пальто примерю покажу как это смотрится сзади узнать знаете достаточно теплый прям нет уже жарковато несмотря на такую плотность просвечивающие немножко на свет в них достаточно тепло такой платок нам просто не знаю мне нравится мне нравится здесь разные вот эти и мелкие узоры и мелкие цветочки крупные и розы такие раскрытые такие добродушные такие цветы не знаю какие-то добрые такой посыл прям нежный приятный в общем кстати прошито все неплохо придраться я не знаю к чему вот брака я не вижу если честно как бы все меня устраивает конечно я может быть еще не все рассмотрела но визуально все хорошо такая вот бежевая роза коралловые розы не знаю я любуюсь мне очень нравится перейдем к другой расцветки так здесь у меня счет фактура ведь ему до упаковщик номер два шарфы артикул цена вышли они мне по 1750 но была скидка при первом заказе 100 рублей а двух с половиной тысяч и бесплатная доставка почтой но это меня очень утомило я заказывала когда было прям холодно и актуальность этих палантинов стояла прям остро прошло две недели уже началась жара и вот я не знаю будет ли мама у меня носить данный палантин вообще не любит колючая но ей безумно красиво идут вот такие зеленые оттенки салатовые я вижу нитку такая нитка тут в середине лежит надеюсь что все хорошо палантин кстати на обратной стороне он такой менее яркий менее насыщенный то есть а здесь другая этикетка видите возможно это какая-то новая либо старая не знаю с лотосом шар шестяной набивной с бахромой о знаете здесь написано изготовлена 2017 году то есть бежевый шарфик он прям свежий тут еще до четвертого года а здесь дата изготовления 29 08 2017 год однако очень интересно неужели сейчас не изготавливают такие просто странно конечно то есть этому платку 7 лет то есть 7 лет он лежал ладно я думала что-то как-то недавно начали изготавливать и он последний но долго он ждал когда его в общем будут применять носить 7 летним выдержки можно так сказать бахрома здесь идет уже двойная то есть светлая и темная меланж печать ну вот если сравнивать печать двух платков но она одинаковая конечно расцветка разная не вот кажется что здесь немножко другая текстура опять нитка надеюсь ничего не расползается мне конечно было приятно забрать последний платок но я не хочу брака честно скажу то что такое тут прям нитки идут и идут просто нитки прилепленные платку ну вот здесь нитка ее нужно отстричь визуально я не вижу никакого брака так то все хорошо с ним здесь вот кстати есть ярдычок я забыла вам показать модель раша вол шерсть сто процентов и адрес сайта с обратной стороны как нужно ухаживать за платком сейчас посмотрим на вот этом платочки палантине да здесь тоже есть этикетка но она идет уже внизу не сбоку также все написано а здесь получается сбоку ну ладно пусть будет так и на просвет но на просвет наверно также может быть чуть больше тоже просвечивает и еще одна нитка в общем не так тут много так смотрится к лицу мне такие оттенки не совсем подходит я плохо загораю но я более такому теплому цветотипу нейтральным можно сказать и вообще без макияжа я буду очень бледная а мама у меня очень легко сыгра загорает она блондинка и вот прям идут вот такие салатовые зеленые оттенки еще на мне флорист она в общем не так за травочку сделала она в принципе ей понравились вообще платки но она сказала что вот у меня я же есть платки ну найти китайского качества индийское индейские платки но не нашего производства я надеюсь что она будет довольна и я кстати думаю меня еще есть время может быть я закажу на marketplace ах ну может быть закажу может быть не закажу все будет зависеть конечно от многих факторов но хотелось бы еще ей и летний платок давайте вот так на руку надену покажу вам на руке протяну его не знаю просто как показать ну что не совсем удобно первый раз я делаю осмотр платка надену посмотрим как нам не будет смотреться мне это все интересно так хочу попробовать петлей нет петлю не получится я буду люблю кстати зеленые оттенки но честно не моя история но глаз мне вот радует зеленые тона и они как-то вот меня вдохновляют тоже так смотрится платок давайте на голову надену если вы постоянно заказываете расскажите мне очень будет полезная информация действительно ли на вайлберисе неподдельные платки и может быть вы скинете мне ссылку где вы покупали на marketplace ах и они в общем хорошего качества что они прям павлопосадский потому что я в принципе думаю что буду ждать две недели платок вряд ли я захочу если буду заказывать ближайшее время все-таки мне нужна более быстрая доставка но бесплатная так ох так выглядит сзади сбоку но в принципе тоже неплохо только нужно более яркий макияж губ и все будет еще лучше сейчас я надену вместе с пальто и покажу наверное еще вам вот на двух руках так вот повешу платки да вот так вот кстати на самом деле видно лучше какой колорит мне больше подходит под моей мою вот я теперь это все вижу четко теплая гамма мне больше подходит зеленый от абсолютно не мой цвет не мой колорит так выглядит палантин вместе с пальто в принципе он и покупался такой комбинации чтобы носить на данный момент у меня просто песочный однотонный палантин и принципе мне нравится как смотрится расстегнул ну в общем неплохо помаду нанесла такая коралловая помада от эстрады в оттенке 204 если интересно если будут вопросы и сейчас на те на зеленый но суда зеленый конечно по колориту не вписывается просто хочется посмотреть наглядно еще кстати на балберис я увидела что есть так такие же палантины только в красной расцветке но вот вопрос красному да бывает красный более холодный бывает чем клюквенный и клюквенный красный меня вот тоже к сожалению может прям бледнить кстати вот зеленый почему-то он смотрится более свежо в данной комбинации с бордовым таком меланжевым пальто но все-таки для меня это такая чуждая палитра непривычная хотя визуально меня приманиваю такие оттенки смотрите как уже по-другому восприятие образа более нужно такой загорелый и потом кожи без белесого такого оттенка и тогда будет прям идеальным может быть я не права напишите в комментариях как вы думаете но принципе тоже неплохо появился контраст зеленого и бордового и выбивается он конечно больше но мне все-таки нравится сочетание бежевого палантина данным ансамбле давайте попробуем наверх его надеть ну так я точно ходить не буду я еще не готова к такому нарочитому как же вот шаль до заказывать я смотрела что шали есть полтора метра как с ней справляться потому что с палантином уже укутаешься хочу сказать что я не высокого роста метр с кепкой и мне уже достаточно тяжело как бы обмотаться им прям ну пальто не видно видно только потом но так я ходить точно не буду носить его сейчас попробую знаете видела завязывают петлей двойной но хотя бы здесь наверно одна петля должна быть данного платка сложу его но здесь двойной петлей не получится вот провернуть все таки наверное вот один конец просовывают в одну петлю поворачивают и второй вот так хотя нет получилось слушайте вполне неплохо двойной петлей кстати прям нормально смотрится более аккуратно и так тепло для шеи более объемно получается закрыта шея так это все выглядит это кстати у меня не петухи а такая косичка и дальше хвостик вот ну так мне тоже нравится так я тоже носила на самом деле в общем я довольна красиво помада сочетается с коралловым оттенком в розе кстати интересно рассмотреть сколько в розе используем использованы цветов давайте посмотрим то есть розочка состоит из белого такого нежно-персикового кораллового розочка состоит из белого нежно-персикового потом более темный и бордовый то есть четыре цвета на один цветок незабудка тоже из белого нежно-небесного и синего то здесь три цвета бежевая роза бежевые рози белый песочный и охра три цвета ой вот смотрите какой сухо цвет да наверное это колючий такой цветочек интересно просто а самое главное это логотип павлова-пасадских платков так вот он выглядит это фирменный знак эмблема которая должна быть на каждом платке так мило в общем если понравился вам мой ролик подписывайтесь пожалуйста пишите добрые комментарии ваш опыт как вы заказываете что как вы ухаживаете для меня это новый опыт я сделала ревизию своих шарфов палантинов это все было куплено в поездках что-то вообще китайского качества и я хочу сделать наверное реформу среди своих палантинов потому что палантины из Таиланда они у меня носятся уже лет 7 и там написано что пашмина но там уже есть вытянулись петли и выглядят они не особо аккуратно там достаточно легко делаются затяжки вот если интересно могу снять обзор на свои платки но они не такой красоты не такой красивой эстетики не такого глубокого смысла не такого позитивного настроения более простые базовые знаете просто чтобы укутаться а здесь все-таки творчество произведение искусства можно сказать и вроде бы и прикладное творчество но это достойно уважение и такого знаете прям рассмотрение такие узоры сочетание цветов как их изготавливают все это вдохновляет и поражает пожелаю павлова посадской мануфактуре процветания и радовать покупателей новыми и старыми узорами платками в общем чтобы существовало это искусство и дальше всем спасибо за просмотр мира любви добра крепкого здоровья всем пока пока и и и и и Продолжение следует...